День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается Утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте. Мы вот говорим, говоря про то, какими способами пытаются, ну как не заставить, но побудить людей вакцинироваться. И, в принципе, всевозможные в разных странах есть методы кнута и пряника, но, в принципе, область культуры не отстает. И здесь, конечно, для тех, кто уже получил обе дозы вакцины или переболел, открываются возможности посещения всевозможных культурных мероприятий. И вот, кстати, в самое ближайшее время состоится одно из таких мероприятий, о которых мы сейчас поговорим, с главой фонда Германа Брауна, с Инной Давыдовой. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как фонд Германа Брауна пережил вот действительно эти сложные времена? Какие планы вот сейчас, когда начинается какая-то, можно сказать, оттепель, оживление этой отрасли культуры? Ну, надо сказать, что мы не сидели и не лежали сложа руки, мы работали всё время и встречались с вами и в Зуме, и я рассказывала о своих лекциях и в том числе о своих перспективах, потому что если ты сейчас не работаешь, это не значит, что когда начнётся работа, ты впрыгнешь в этот лифт, и он тебя потянет. Тебе надо, наверное, быть к этому хорошо подготовленным. Натереть лыжи, вычистить. Авгиеву конюшню. Костюм, да. Ну и Авгиеву конюшню тоже само собой. Поэтому, когда нам что-то разрешили, мы уже представляли, чем мы можем заняться и что мы можем предложить нашим слушателям. И вот сейчас самое ближайшее, что нас ждёт, это в это воскресенье в Дублской Евангелической Литеранской Церкви состоится концерт, для меня очень важный по многим показателям. Во-первых, там выступает замечательная наша скрипачка Ирина Бокша. Так сложилось, что последний концерт перед локдауном, это был тоже концерт Ирины Бокша, и мы приходили к вам в студию и рассказывали, и говорили о кино тогда. И о кино и музыке. И это было в ноябре прошлого года, такое впечатление, что в другой жизни. Но вот сейчас мы возвращаемся, и в Дублте состоится концерт, где Ирина выступит для себя в необычной роли. Впервые она будет лидировать оркестром, практически дирижировать. И, естественно, играть на одной из своих знаменитых скрипок три концерта для скрипки с оркестром. Моцарта, Гайдена и Арва Пярта. И вместе с ней будет выступать молодёжный оркестр, собранный мною в рамках международной программы, поддержанной Евросоюзом. Программа называется «Эразмус плюс» и направлена на дополнительное обучение молодёжи. И мы, поскольку занимаемся профессионально поддержкой молодёжи уже очень много лет, мы придумали летнюю школу, которая сейчас работает в Юрмале уже неделю. В Дублском квартале культуры. И каждый день проходят репетиции. И в общей сложности в этой летней школе Евросоюзной участвуют более 50 студентов. И из них 26 будут играть в концерте в воскресенье в Юрмале. И надо сказать, что билеты идут к концу. И да, на этот раз мы приглашаем только, возвращаясь к самому началу разговора, только вакцинированных или переболевших. Я не хотела бы, чтобы наши концерты стали полем для дебатов. А вот можно таких приглашать, или надо таких приглашать, или сяких приглашать, или не надо делить публику. Я отношусь к тем, кто всегда старался публику объединять. И начиная с первого дня существования моего агентства, мы делали всё для того, чтобы всегда информация была на всех доступных языках, чтобы каждый мог попасть на концерт, чтобы были доступными цены, чтобы каждый, взяв в руки программку, мог на понятном ему языке её прочитать. Но сейчас ситуация совсем другая. Это касается уже не каких-то амбиций или недопониманий, это касается здоровья и жизни. И мы приняли такое решение, что в церкви, в закрытом помещении, не очень большом, мы не можем позволить себе роскошь, создавать два метра расстояния между зрителями и пригласить вместо 250 человек 100. Просто не можем себе это позволить. И поэтому мы выбрали вот такую модель. Это первое... Да. Вы хотели спросить? Нет, я просто хотел ещё раз обратить внимание, что нужно будет, значит, кроме билета, очевидно, QR-код. С QR-кодом, да, с правочкой. И необходимо, наверное, удостоверение личности, но тоже, чтобы... Это теперь на всех концертах. Это теперь на всех концертах, потому что имя на билете должно соответствовать имени человека, который пришёл на концерт. Это тоже делается в рамках эпидемиологической безопасности. То есть люди знают, всегда теперь можно понять цепочку. Дело в том, что важно понять цепочку, где произошёл контакт с человеком, который является приносчиком вируса. И поэтому каждое место теперь, оно персонифицировано в любом концертном зале. И если это внутри в помещении, на открытых пространствах по-другому, это я ещё не делала, я не знаю. Но да, поэтому надо обязательно иметь удостоверение личности. И давайте не будем преувеличивать и считать это нарушением прав человека. Вот мне хочется об этом сказать. — Лично от себя хочу вам сказать огромное спасибо за эту позицию. — Простите? — Лично от себя хотел выразить благодарность за эту вашу такую ответственную и чётко аргументированную позицию. Я полностью с вами солидарен. — Потому что на весах слишком неравные вещи. С одной стороны моё эго, а с другой стороны жизнь твоя собственная и людей окружающих. Но давайте о хорошем. Действительно, в концерте прозвучит изумительная музыка. Это концерты для скрипки с оркестром Моцарта, Гайдена и сочинения Арво Пярта. Фрастресс очень знаменитая из его ранних сочинений, которые очень часто исполняются в концертах. И я уверена, что публика будет просто счастлива. Я уж не говорю о том, что это один из первых открытых для публики концертов, когда можно прийти и увидеть, и услышать вживую эти вибрации, не только музыкальные, но просто человеческие. И я очень надеюсь, что мы сможем продлить, продолжить наш сезон в августе. Сейчас мне не хотелось бы говорить о конкретных событиях, поскольку ещё не подписаны договоры. И это также связано с теми сложностями, которые нам предлагает реальность, с пандемией и со всем прочим. Но я очень надеюсь, что в середине августа мы с нашей публикой сможем встретиться в Дентерском концертном зале и обняться хотя бы на расстоянии, слушая вместе замечательную музыку и музыкантов самых разных направлений, поскольку летние концерты, особенно в открытом зале, мы стараемся делать необычными и привлекаем музыкантов разных жанров, не только академического. Каждый раз, когда я делаю концерт в зале Дзинтери, а это уже с 2000 года, я всегда думаю о том масштабе, который мне предстоит, потому что даже если зал пускают через одного, всё равно это больше тысячи людей. И мне надо думать об интересах этой тысячи и о том, чтобы, с одной стороны, не отступать от своих каких-то музыкантских принципов, а с другой стороны, чтобы создать людям праздник. Потому что лето, потому что чудесная погода, потому что открытый зал, и хочется, чтобы все получили дозу радости, удовольствия и зарядки бодрости на следующий сезон. Насколько сложным сейчас, если говорить о планах на будущее, является привоз артистов пересечения границ, если вот даже из самых ближайших стран? Вы знаете, всё очень непросто. Например, мы сделали сейчас приглашение артистки из России, и это было сложно, потому что ограниченный въезд. И, собственно, это не только из России. Практически этот список каждую неделю меняется. Это всегда надо соотноситься с новыми вводными, которые есть на разных сайтах, в том числе на сайте Министерства культуры и на вот этих ковидных сайтах, поскольку каждая страна имеет свои ограничения. И мы имеем свои ограничения. Но если дело касается, буду говорить только о культуре, если дело касается культуры и каких-то событий, связанных с концертами, выставками, мастер-классами, лекциями, то тогда есть специальный коридор. Он был придуман ещё в прошлом году, и в рамках этого коридора к нам Дебарк в своё время приехал, но это никто не отменял, поэтому до сих пор мы заполняем такие анкеты, куда носим имя каждого музыканта, который сюда приезжает, и объясняем, почему он здесь нужен. Но если это связано с каким-то культурным событием, то даже приехав из какой-то красной зоны, он не должен соблюдать такую жёсткую самоизоляцию. То есть на концерт он приехать может, и да, из концерта он имеет право. Это, конечно, всё не очень просто, потому что очень много бумаг, это бюрократия. А самое главное, что это всегда риск, потому что, а вдруг страна, из которой они должны прилететь, вдруг она захлопнется. А вдруг такое же тоже может произойти, вдруг у них страшные показатели, и они говорят, нет, мы закрываем границы, мы вообще никого не выпускаем, мы должны эту ситуацию сами разрешить, мы не можем позволить вирусу распространяться. И мы тогда остаёмся с чем? С пустым залом, с уже проданными какими-то билетами, а самое главное, с уже купленной рекламой и купленными билетами на самолёт. То есть это всё сложно, учитывая ещё ситуацию, когда местные финансовые возможности тоже очень сильно ограничены, потому что это же цепочка, которая затронула, и это ситуация, которая затронула всех. То есть, может быть, кто-то и очень сильно поднялся финансово за этот год, но наши финансовые партнёры, они тоже испытывают определённые трудности, поэтому заручиться стопроцентной поддержкой и быть уверенным в том, что тебе всё оплатят, и ты не пострадаешь, до такой уверенности не было никогда, а теперь уж тем более. Насколько, по вашему мнению, посещение концертов классической музыки может стать аргументом для людей пойти и вакцинироваться, поскольку сейчас становится понятным, что человек с этим QR-кодом, он всё-таки получает широкие возможности отдохнуть и посещать культурные мероприятия? Я думаю, что концерт классической музыки вряд ли кого-то подвигнет, будем откровенны, но вот этот комплекс, он, конечно, может влиять, потому что концерт, выставка, театральное представление – это уже очень много. И я думаю, что тут должна произойти какая-то очень серьёзная метаморфоза в твоём сознании. Дело не в том, что концерт, а дело в том, что концерт может оказаться той последней точкой, той последней составляющей, которая тебя направит всё-таки на эту прививку. Но мы же никогда не знаем, ей нужен повод, ей нужно собственное решение, которое может в голове складываться даже для тебя неопределённым образом. Потом ты понимаешь, я иду и делаю. Почему это было? Потому что приедет Баварский симфонический, потому что у Давыдовой, не знаю, Фламенко, или потому что что-то ещё произошло, мы не знаем. Но у человека, я думаю, что у всех в голове происходит ведь какая-то работа, просто есть люди менее подвижные в своём вот этом развитии. И, естественно, очень много глупостей пишется. Ну, страшно много глупостей пишется и произносится. И мне за это иногда просто стыдно, что так много людей... Ну, не хочу сейчас об этом говорить настолько, но я думаю, что эта ситуация будет меняться, потому что если Глафира Петровна Пупкина из соседнего подъезда привелась, может быть, ещё 14 тётенек тоже пойдут и привьются, потому что это сделал сосед с улицы, а не тётя из телевизора. Я не знаю. Мне очень трудно сказать, что человека подвигает, если не прямой разум. Но я очень надеюсь, что эта ситуация всё-таки в хорошую сторону будет меняться. Да. А если вот говорить о среде артистов, потому что когда мы говорили с театральным продюсером Евгением Шерменёвой, там прозвучал такой аргумент, она объясняла, говорила, что, например, ну вот в российских театрах считается, там не было обязательной вакцинации, но актёры понимали, что они могут подвести. То есть один непривитый актёр, он может сорвать постановку с огромным количеством людей и считается профессиональной этикой всё-таки вакцинироваться, потому что это уменьшает риски срыва постановки. Ну, вы понимаете, я вот подумала, что всё-таки художественное братство, вот, ну, когда-то оно было богемным, сейчас его уже так не называют, это всё-таки очень большая сила. И вот то, что актёры вакцинируются, чтобы не заразить других и не сорвать спектакли, это, конечно, ну, это большое дело, и это такая ценность, мне кажется, которая уже, ну, большое прошлое, да, вот эта совместная работа, она создаёт ощущение семьи, понимаете, ты же ради своей семьи, ну, на всё пойдёшь. А художественное братство – это та же семья, будь это театральная компания или оркестр. С музыкантами то же самое, Министерство культуры выделило в своё время квоты особенные именно для деятелей культуры. Я не помню, сколько там было доз, я не знала об этом, потом только узнала. Но, видите, потом у нас изменилась ситуация, и, в принципе, есть возможность, всё время она есть, не надо стоять в каких-то бешеных очередях и рассказывать, доказывать себе и рассказывать другим, я не сделала это потому, что я не попал в список. Этого сейчас нет. И, конечно, музыканты тоже вакцинируются, и мне кажется, у нас… А, я встретила одну певицу из хора «Латвия», наш всемирно знаменитый коллектив, и она сказала, «Боже мой, какое счастье, мы через неделю все встречаемся, мы наконец-то очно сможем ребятирировать вместе. Мы теперь все вакцинированы, мы теперь не боимся, не боимся друг друга, и можем идти к публике». Ну вот, это и есть то самое, это чувство коллективной ответственности, которого мы за последние 20 лет лишились абсолютно, потому что вот эти современные принципы свободы выбора, демократии и абсолютной, так сказать, в этом смысле анархии, они воспитывают людей в совсем другом стиле, когда ты ответственности не испытываешь вовсе. А здесь она очень важна. У нас, нам показывают, что, к сожалению, завершается время, но еще раз… Слушал бы и слушал, на самом деле. Напомню. Вот эти все мудрые напутствия. Напомню, может быть, нашим слушателям, что буквально через два дня, 4 июля, в Дублте… В церкви Дублте, да, состоится очень важный концерт. Элина Букшес. Он очень красивый концерт. Вчера у нас была пресс-конференция, все журналисты не хотели с репетиции уходить. Они слушали, все включили телефоны, все записывали. Это было просто чудесно. И я очень надеюсь, что мы с нашей публикой встретимся. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Инна Давыдова, глава фонда Германа Брауна. Сегодня была в Утре на Болткоме. Слушайте Радио Болтком.